Ведосы сидим просто, ведосы. Пожалуй, очень рыжая, да? Не берет что-нибудь по словам. О, нельзя светить? Футочка. 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 Класс. Футочка. Футочка. Скорее всего, похоже прямо на локон-скорейт. Вот он стоит сначала, потом пролессировал, потом листья дописал, потом основу, ну да, он просто листохинами жидко скабливал туда. Вот, и светлые кусочки сирени он потом изменил, как он называл, и голубоватые точечки, похожи даже на ФЦ-шку, даже не кобальт, а больше ФЦ-шку. Русская, русская, возможно, хотя может и кобальт, может и кобальт. Вот, рисунок сначала чуть ли не грязальный, я смотрю, делал, а потом немножко тонировал сверху. Вот девочек со мной. Вот немножко фон звали, не вея, не вея, не вея, не вея. Какой-то голубой чипец. Потому что, если он прозрачный, сначала, а потом чуть-чуть, как-то белильная сиренция, с какой-то окрой там, с неоплитанской, что, возможно, неоплитанская, С какой-то голубой. Вот такое впечатление, что он замазывал вот какого-то более, ну или, 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 что-то еще было на фоне вот там. С вверхней прогоной, вверхней прогоной переписан. Ну вот, есть ощущение, что он и другие работы сиренево тоже делал сначала Погмалевым гризарный, прозрачненький, а потом его тонировал. Такое впечатление, что эта картина не осталась дописанной, и кусок подмалевка не дописан, и он решил оставить. Но в девочке, в девочке с сиренью, девочка была уже дописана именно вот по такому, вот такое впечатление подмалевка, гризарная, просто подтонированная. Ну вот, жиденько-жиденько. Скорее, умброй какой-нибудь натуральной похоже. Либо сепия, да, ну что-то такое, либо, ну что-то прозрачнее, да, такая земляная сепия, умбра. Почти чем-нибудь. А здесь тоже стоялся? Ну, лиссировка, я вот смотрю, типа глуконита. Типа глуконита, глуконскоита. Вот здесь жиденько-жиденько как написано. Обе это все упакованы? Да нет, слишком теплая, для пенсии. Я вот эту плетношку, да, имеешь в виду. Ну так, вблизи рядом с теплым, оно более холодным смотрелось. У нас, скорее всего, обычная, хоть желудая похоже. Вот я смотрю на фоне, на фоне, если глянуть, он как будто глуконит или глуконскоит смешивал с умброй, с умброй. С умброй такой. Вот, потому что зеленовато, серо, черно. Так где же сначала, смотри, коричневый-корналевый, серый-корналевый, зарисированный. Я не смешивала, а я бы сказала. Ну, я думаю, везде он не делал. Хотя между цветочками видно, что рисунок как бы был такой прозрачненький, практически грязиальный, черно-белый, да, сделал. Без белил, просто он... Такое впечатление, что он вытирал, если, например, там шляпка у нее, она вытерта. Вытерта просто... Дву белого толча. То есть, далекая, то есть, на сбоку. Очень странно. Очень интересно еще то, что вот я сейчас вот идем по часовой стрелке, да, вот. И я смотрю, что вот для меня... Что руки... У меня еще писало только в одном портрете. И, кажется, было просто вышло, что... Ну, помню. Ну, вот. Вот. Там уже по внимательней к рукам. А так, в основном, записывал. Особо сильно, наверное, не копает. Ну... То есть, в самой пустой руки. А вот эта вот мискулатура, ну... Включая предплеща, вон там вообще... Просто... Потому что... Нет, я помню, что это... Снефь рукой. Да. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Третье балансы хватились. Это чисто для себя. Ну, вот здесь вот акварельная работа. В принципе, вот я смотрю то, что только что сказал, вот по поводу рук. И вот здесь, конечно, рука, она такая... Большой палец, там, вот... В ряду со всеми другими, получается. То есть, довольно странно выглядит. Ну, непонятно, откуда он растет. Ну, с другой стороны, у него, я смотрю, что... Всегда... Как бы, приоритет не конструкция, а пятно красивое будет. А, решай. Вот это вот утро, что ли, да, работа, по-моему, называется, композиция. Ну, вот он, он композитор, конечно, вот... По пятнам, ну, просто здорово. Как бы, он работает с ними, с большими, с маленькими, со средними, с колоритом работает. Здорово. Очень есть ощущение, что это как эскиз заново, театрального. То есть, ну, вот, ощущение, что он театральный художник здесь очень-очень сильный. То есть, такая плосковатость немножко, немножко условность. Вот этих форм, там, лицо в середине, оно такое, ну, плосковатое, иногда красное. Руки, так, условно, довольно. Ну, так вот, по пятну вставил, хорошо. Левая фигура, то есть, тоже там рука, она не дописана там явно. То есть, такой, как бы, подход, чтобы на расстоянии смотрели, как в занавес, в театральном. Вот эта вот нижняя часть, она прозрачно понаписана, и, скорее всего, такое впечатление, что опять черно-белый рисунок был, который сверху просто был пролессирован, и чуть-чуть дописан плотненько в некоторых моментах. Причем некоторые участки с мастихином прямо прозрачно, как будто глауканитом. Вот, и, конечно, поиск формы цветов. То есть, он сначала нарисовал это все линейно красиво, а потом сверху дал такие большие мастихиновые мазки. Вот здесь вот, вот это вот можно чуть-чуть поближе. Большие крупные мастихиновые мазки дал, которые не лежат, ну, как бы, лежат вне предела формы, и такую вот прикольную декоративность. То есть, он рисунок сделал сначала такой правильный, да, а потом сверху его немного, как бы, цветом сбило, да. И в этом вот очень прям большой и классный тупор. Причем здесь вот рядышком светлые кусочки. Он их прямо вот, он их написал. Он их прямо вот написал, эти формы, они абстрактные совершенно. И вот он, конечно, чувствовал красоту, просто красоту абстрактного пятна. Ну, вот мастер в этом плане. То есть, там где-то, как будто рисунчик будет все-таки там рук, например, проскакивает. Ну, даже в голове там чуть-чуть иногда вот так, ну, формальненько. Вот. А вот эти вот вещи, там, чувство пятна и чувство вот этих вот... Такой красоты вот этой стилизации, конечно, классной. И разнообразие тоже вот я смотрю. Подходы там где-то прозрачным, где-то мастихийным, где-то он миленькие кусочки там кисточкой. Выкрашивал довольно подробно. Прям очень, очень подробно вот этот голубоватый кусочек. Прям такой миленькой кисточкой его позакрашивал потом. Ну, за меня... Работа, наверное, самая лучшая на выставке. Я, честно говоря, не ожидал, я видел ее там в репродуциях, но не ожидал, что она такая маленькая, но, конечно, она очень эмбоничная, колоритная, все усажено тонально, все, ну, не знаю, там композиция очень оригинальная, настолько целостная его вот эта техника, которая все дробит, все дробит, она здесь как бы очень хорошо везде, он ее держит, то есть там вроде и цветочки на фоне есть, там какая-то вот эта кружева, да, такая рубленность вот эта и платьишка, и все, вот, но там везде немножко нюансы есть, и это не выпячивает очень сильно, как в других работах, а все в тональных красивых пятнах держится, ну, и очень эмбоничная композиция, движение к лицу, я прям останавливаю это на лицо, ну, я считаю, что вообще, наверное, одна из лучших работ вот эта, ну, на мой вкус, это там одна из лучших. Ну, вот эта, конечно, просто божественная работа, я уверяю, все-таки, наверное, она самая длинная. Так, еще одна самая лучшая. Крутецкая, да. Говори, так светится. И это просто, это просто что-то, это тонкачество, просто на высочайшем уровне. Это масляная пастель или просто пастель? Ну, наверное, для меня это просто его, наверное, бит. Ну, наверное, бит. Ну, наверное, бит. Ну, наверное, бит. Какой размер, посмотри. Ну, размер меньше, чем 40 до 50. Чуть-чуть меньше. Я думаю, 35 на 45, скорее всего. Я не вижу размера. Ненавижу. Ну, 35 на 45. Ну, чем, грубо говоря, наслаждался, так это он опалдел вот от всех узоров, от всех орнаментов. Штриховки. И это просто он погружался оттуда, и такое впечатление, что вылезти уже оттуда просто не хотел, не мог, и все. Его просто поглощало вот эта вот орнаментальность. Как другой мир какой-то. Я вот еще думаю, что если бы в то время он был Пинк Флойд, то Рубер был бы его просто фанатом. И совершенно потому, что у него психоделические это его ракушки, перламутинки всякие. То есть в это, я понимаю, можно погрузиться. Это чистая психоделика. Смотрите эту психоделами, Это с голос줘. На самом деле конечно. С pottery wealthгоровая. Я вот уже думаю, что нужно посмотреть, не знаю, почему под profiles мы. Продолжение следует...